Привет, Ули. Добро пожаловать. Здрасте. Смотрим Булджать. Бэкстори игр, которые всё меняют. Я такой, все, всё. У меня отсутствие точек сломало впервые, наверное, в жизни. Одно из немногих. Если что, это реакции вне стрима. Предысторию сильно недооценивают. Очень часто наши любимые персонажи занимались буквально ничем до событий игры, фильма или книги, где они фигурируют. Или же предысторию пишут весьма очевидной, предсказуемой и сжатой, чтобы быстренько обозначить, почему персонаж стал именно таким и делает то, что он делает. В целом, это нормально. Потому что предыстория – это то, что не вошло в саму историю, а значит, для полноценного повествования она не так уж и важна в большинстве случаев. Поэтому обычно изучать события прошлого наших любимых произведений приходится на википедиях. Но предыстория – это невероятно мощный инструмент. Если предыстория продумана, то и персонаж чувствует себя намного уверенней, а его действия куда осмысленней. Хорошая предыстория может превратиться в отдельный… Смотрю только на Кратоса, так и думаю, хм, какой-то у него не европейский типаж лица. На европейца он что-то не похож, а потом, а, ну да. Так и думаю, почему меня это сейчас… почему я сейчас это заметил? Ну, так-то… европеец? Ну да, но он кто там, этот… Кто он там? Грек, римлянин? Да-да-да, что-то такое. Европеец так-то. Уж по-европейски… более европейский, чем мы с тобой. Да, ну не знаю, не знаю. Ну, русские-то ещё те азиаты. Да-да. Не путать азиату с монголоидами. Сейчас речь идёт о географии. А я думал, азиаты это как раз… Не только в этнических особенностях. А я думал, азиат это как раз-таки тот, кто именно выглядит как азиат. А не тот, кто родился там в Азии и ещё чего-то. Ещё чего-то. Если ты родился в Азии, и твои предки жили в Азии, то ты азиат. А ты-то чё? Завучаешься? Я думал, оно как-то по-другому градируется чуть-чуть. Всё. Давай не будем твой мозг нагружать сейчас. Не, я просто понимаю, что я недавно это, человеку неправильно на стриме объяснил. А был так уверен. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Историю в чём-то переплюнуть оригинал. Или, что я люблю больше всего, полностью менять восприятие от игры. Это очень приятный момент, когда ты прошёл игру, а потом, через несколько месяцев или даже лет, натыкаешься на малюсенький абзац в пару предложений, и ты понимаешь, что когда-то собрал пазл неправильно. Внезапно игра становится глубже из-за этих пары строк, или персонаж, которого ты не понимал, становится самым интересным и важным в истории. И тебе хочется заново всё пройти, чтобы использовать новую информацию и, наконец-то, понять, что произошло в игре на самом деле. И со мной недавно такое произошло. Поэтому сегодня я поделюсь с вами самыми необычными предысториями. Я не собирался её гладить. Она сейчас придёт опять и начнёт квакать. Ну, ничего. Квантент. Квантент, окей. Ох уж эти ляжки. Чудли. Вас точно удивят. Подписывайтесь и ставьте лайки. Бейте чай, ведь с вами был Джарь, и мы начинаем. В 80-х было как-то проще. Можно было взять обезьяну с хорошим вкусом на женщин, сделать об этом видеоигру, и всем понравится. Никто не копал глубоко, а зачем? Может быть, гориллы действительно воруют женщин, кто... Ха-ха-ха. Да, помню этого обезьяна. Какой-то нарезки мы видели недавно. Так стильно выехал. Кто знает, обезьяны странные. Кому вообще не плевать, просто не лезьте к обезьянам, и всё. И у вас не будет проблем. Всё, что вас должно волновать, это сочный зад. Донки-кунг просто весёлая и глуповатая игра. Буквально классика игростроения. Но если бы она вышла в наши дни, я думаю, мы бы узнали, что интернет умеет гореть. Физически. Твиттер ускорил бы глобальное потепление. Языки пламени неслись бы по кабелям и плавили бы мониторы и смартфоны. Ведь Донки-Конг дохрена Гитлер от мира видеоигр. Да, воспримите мои слова серьёзно. Если вы вдруг захотите стать новым Джеком Томпсоном, не используйте GTA как орудие. Используйте Донки-Конга 81-го года. Вас будет не остановить. Эта игра 40-летней... Да, если он же такая обезьяна таких размеров, она же реально утащит женщину и сможет делать с ней, что хочет. Да, и мужчину, если захочет, утащит. Да, вы что, думаете, что ваши попки в безопасности? Никто ничего не сделает. Не, ну обезьяна вроде не дельфин. Это, конечно, если вдруг какой-то эксперимент по перемещению мозга дельфина в голову обезьяны, тогда уже да. Знаешь, некоторые, собственно, приматы хомо сапиес тоже своего рода дельфины. Да, я знаю. Припоминаю. А может и нет. Ну, предположительно логично, что такое возможно. Как бы это во всех видах возможно. От недавности сегодня способны оскорбить кого нахрен угодно, если просто немного порыскать в истории. И именно поэтому Нинтендо делает всё, чтобы скрыть прошлое Донки Конга от людских глаз и надеется, что вы о нём вспоминать не будете. Вы резонно можете спросить, как, блядь, вот это может кого-то оскорбить? Что ж, если начинать с самого очевидного, то Донки Конг это первая в истории видеоигра с концепцией «дама в беде». То есть, сразу с места вы получаете критический урон от радикальных феминисток. Но не... Нет, возразите вы, это же просто оммаш на Кинг Конга в виде игры. И именно, да, так и есть, помолчите, вы только что сделали всё хуже. Ведь сам Кинг Конг был создан под впечатлением от псевдо-документального фильма «Ингаги», который хотел убедить зрителя, что в Африке женщин насилуют гориллы. Хренеть! Ещё лучше! Да-да-да. Как это мило! Кстати, концепция «женщина в беде» это, мне кажется, просто кризис фантазии у сценаристов, вот и всё. Дело тут не в радикальных феминистках, мне всегда казалось то, что это беда с фантазией. Не, ну когда-то это было, ну, типа нормально, но в какой-то момент это превратилось в слишком обыденное, слишком много это использовали. Как и со всеми популярными сюжетными ходами. То есть, вас уже бьют даже не самые радикальные феминистки. И если Кинг Конг был слишком романтичным и слишком большим для Эндеру, то вот Донки Конг агрессивная, тупая горилла приемлемых размеров, которая может делать некоторые вещи с Паулиной за кадром. Ну, знаете, когда на одном экране встречаются красивая женщина и дикое животное на инстинктах, очень сложно обойти сексуальный подтекст, особенно с таким-то первоисточником. И в Нинтендо это довольно поздно поняли, судя по всему. Нет, разработчики всё исправили. У них даже получилось сделать так, что предыстория Донки Конга выворачивает всё наизнанку, но из-за этого они рисковали разозлить ещё больше людей. Ведь Донки Конг это бывший питомец Марио, который в свои ранние годы не был добрым, весёлым водопроводчиком. Марио, которого раньше звали Джампмен, постоянно издевался над своей гориллой, бил её плетью и заставлял выступать в цирке. Да ёб твоё налево, что всё ещё хуже стало? Что за жесть? Желая больше терпеть эти мучения, Донки Конг решает сбежать из плена и крадёт Паулину для своей защиты. То есть Донки Конг вовсе не злодей, своровавший женщину для плоских утех, а лишь испуганный зверь, пошедший на крайние меры, чтобы обрести свободу от истинного зла. Марио, всего пара предложений, полностью меняет всё восприятие игры. Оказывается, мы буквально играем за ублюдка-эксплуататора, который хочет зарабатывать на обезьяне, а Донки Конг Класс. Конг в панике пытается от него отбиться. И это официальный каноничный сюжет. Господи, что ему в очко летело? Посунуть такую драматичную приземлённую историю в два предложения, это прям школа Хемингуэя, так ещё и реверсировать её? Для 81-го года это прям шикарно, но эту историю почти никто не знает, потому что Нинтендо тщательно удаляет все интервью и мануалы, где об этом может упоминаться. По весьма очевидным причинам. Никто не хочет, чтобы любимого водопроводчика запомнили как живодёра, который в рекламных роликах хочет убить сына Донки Конды. А у нас, судя по всему, вот этот вот долбонат, вот видите, вот это вот ебло шерстяное, передвигающееся, хочет убить себя и всю квартиру, и всех в ней живущих. Последние полчаса. Да, какие последние полчаса? Он сегодня вполне этим занимается. Ты шо, ёбнулся? С реальностью. Тебе чё, пчела под сраку ужалила? Он идиот. Это, активизировался. По причине, у старых и новых игр по Донки Конгу нет общего сюжета, а персонажей как бы поменяли на новых или переименовали, чтобы защитники животных и просто фанаты не изливали свой гнев. Но, к сожалению, защитникам животных было всё равно на Донки Конга. Лучше бы это были они, потому что в Донки Конге нашли, угадайте, что? Расизм. Ну, конечно, по-любому. Я... А где? Ну, в смысле? Обезьяна. Ну, они сами расисты, понимаешь? Они в обезьяне увидели, скорее всего, человека. А чё же они не спросили обезьян? Считали ли она это расизмом? Да-да. Конечно, как иначе-то, да? Очевидно же, что ксенофобные японцы олицетворяют в горилле темнокожих людей, которых можно мучить и держать в клетке. А хозяин гориллы, Марио, не просто так уроженец бывшей Римской империи, самой белой империи в мире, который вдобавок плотник, плотник, акт... Это твиттер, да? Это всё сделал твиттер? По-любому. Был ещё плотником, знаете? Иисус, мать его, Христос! Ну, вы понимаете, куда всё идёт, да? Я это не придумал, если что. Это всё в интернете есть. И я хотел бы верить, что это так шутят. Но это всё получило продолжение. В Donkey Kong 64 люди нашли подтверждение существования расизма. И я им даже верю. Потому что в этой игре были случайные референсы на Куклус Клан, здоровье показывалось в виде арбузов, обезьяны обязательно читали рэп и носили афро, и, конечно же, устраивали перестрелки. Люди нашли... Боже. ...и подозрительно много стереотипов насчёт чёрных в этой игре. И поэтому О май, какая мартышка. Конг 64 заклеймили самой российской в истории. Еще ни одна игра не затрагивала столько скандальных тем своим существованием, и она продолжает это делать. Совсем недавно появилось судебное дело под названием Donkey Kong Defense, посвященное возможной жертве насилия Билла Козби. Насколько не везет этой игре. Это какое-то проклятие. Подождем еще немного, и в Donkey Kong найдут тему с абортами и одобрение Холокосты. Единственное, в чем Donkey Kong'у повезло, это в том, что мало кто серьезно воспринимает обвинения в сторону этой игры. Но учитывая в каком времени мы живем, Donkey Kong'а могут легко притянуть к чему угодно и создать не самую лучшую репутацию отличной серии игр. Тем более сегодня Donkey Kong действительно просто веселые игры про обезьян. Так что давайте лучше забудем все, что я вам сейчас сказал, и не будем обращать внимания дальше, точно так же, как мы это делаем с файтингами. Файтинги созданы для одной цели. Зажимать вашего друга в углу и бить его подсечкой, чтобы потом вы подрались в реальности. по факту 1 бесконечно убегать который пытается его догнать и когда он сделает ошибку тот который убегает на дает ему пиздюлей серёжа ты задолбал убегать ненавижу врагов которые убегают для этого не нужно раскрывать персонажи давать им причины бойцы должны просто быть здесь и откликаться на клавиши о май какой стоп-кадр хорош я не ожидал что она настолько хороша вторая тоже хороша это байкин а вот кто это девчуля я не знаю я про это же этот guilty gear судя по всему последний видимо вот эта девчуля в bdsm наряде новая персонажи сюжеты файтинги вещи не очень совместимые да их пытаются склеивать уже давно но если честно не особенно то это и нужно конечно приятно когда действие на экране придают хоть какой-то смысл но кто-нибудь помнит что происходило в последних mortal kombat например да помню прекрасный in justice помню не знаю мне кажется это наоборот офигенский что в файтинге появился сюжет там хоть есть что делать а то покупать файтинг только ради того чтобы пофаница с друзьями и потом забыть про него ну что-то как-то не очень ну кроме парочки моментов парочки груди и парочки самых тупых причин для драки неважно есть ли история файтинге или ее там нет мы не обращаем на это внимание а вот лор лор другое дело вот есть кинг и стекина и вот кто чё с головой это накачанный ягуар или человеческий анимешник я хочу о нем узнать чём-то крутой и вы пойдете узнавать скорее окей бэмби мы тебя поняли нужны деньги всего в интернет потому что это самая фури антилопка из нового ну погоди а игры кладут преступно мало информации о бойцах иногда все ограничивается парой абзацев которые погоды не делают а ведь файтингах есть такие истории которые не стыдно экранизировать или прочитать отдельно только ты понимаешь он в белых трусах и блестит и блестит от пота непонятно правда как если мы возьмем street fighter то вы не будете следить за историей вы будете искать места где эта история есть а потом разбираться что зачем идет что канонично и почему душа диктатора переселяется в женщин чтобы понять street fighter нельзя ограничиваться только играми вам придется смотреть аниме всякие там комиксы лазить по сайтам или играть в рпг по street fighter которая является книгой рпг книга по street fighter у да японцы странный хорошо и очень долгое время только из этой вот книги вы могли узнать откуда берут вдохновение турецкие сериалы вот эти запутанные отношения сиркана и еды и рядом не стояли со street fighter а сюжетный поворот в 29 серии постучись мой дверь вообще ничто по сравнению с этим файтингом возьмем вот это занесло буржать почему подсела турецкие сериалы а постучить в моей двери это турецкий сериал да это очень хайповый сейчас я знаю я видел такой думал блять любопытно посмотреть да вот и мне было любопытно я не помню где-то я же подписан на всякие группы типа фильмы и сериалы и прочее и вот там типа сериалы которые надо посмотреть типа клевые и там говорил ну кто большинство людей написали что по моему постучись в мою дверь выключили после первой или второй серии потому что хуйта какая-то для них оказалось ну каждому свое я так думаю просто возможно во вселенной турецких сериалов это норма то что там происходит может я не думал что это турецкий сериал просто мышь 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 простите там мышь он психопат у него комплекс бога и у него всегда такое выражение лица будто он знает все шутки про говно в мире он архивный злодей который постоянно хочет стать сильнее чтобы захватить мир опозда кроме этой черты у него как будто бы ничего и нет просто самовлюбленный дурак который проводит турнир чтобы доказать всем свою силу но все не просто так по оригинальной легенде в юности байсон нашел метеорит в пещере который подействовал на него как стероиды подарив не только силу физическую но и пара психическую по другой легенде он убил своего мастера и его подобрали цыгане которые научили всяким фокусом с использованием энергии души как цыганские фокусы цыганскими фокусами тебе цепили мало да я буквально это вообще не в тему но буквально недавно когда в одну из двух ночей когда я проснулся и не мог заснуть что-то думал туда-сюда и так думаю сука какого хуя почему почему блять их они пропали и больше их нет ну то есть типа дальше мы никогда не видим их сюжете до ни в одном ни в одной ни в одном из сезонов джорджу и пока что пока ну пока что я знаю что там в другой вселенной они есть а в этой вселенной типа ну почему как видимо охладел персонажа обидненько ну да спидвагон он был всегда один фонд он тоже он был постольку поскольку упоминался для рофла потомки были потомков нам никогда не показали что фон спидвагна это бог из машины по факту ну да кошелек как вам такой оригин эти истории в принципе можно объединить потому что в любом случае они одинаково объясняют почему байсон может летать пускать всякие снаряды и что более важно периодически копаться в мозгах других людей именно поэтому он создал турнир и собрал там сильнейших бойцов чтобы воздействовать на них ментально и перетягивать их на свою сторону или использовать их силу для своих нужд байсон настолько желал силы что решил усилить свои способности негативной энергии своей души избавившись от всей своей доброй части которая перевоплотилась в женщину по имени роуз ставший гадалкой не спрашивайте в какой-то момент байсон стал настолько сильным что его тело могло не выдержать нагрузки поэтому он приказал создать из своей днк улучшенных клонов одним из которых стала кэми кэми была идеальным кандидатом чтобы стать вместилищем души и новым улучшенным байсоном с помощью своих сил байсон постоянно промывал мозги кэми делаю что все здоровенные огромные накаченные мужики в душе мечтают быть тянучками вайфу послушной наемной убийцей без самосознания но после череды событий тело байсона взрывается а кэми теряет память и вырывается из-под ментального контроля душа байсона перемещается в тело роуз через которую он приказывает сделать для себя новое тело и устраивает турнир чтобы надо посмотреть анимешки по стритфайтеру мы получат смотрели одну вроде как они мы по текину по моему смотрели не так давно ну как не так давно года 4 назад роуз через которую он приказывает сделать для себя новое тело и устраивает турнир чтобы заполучить новых бойцов захватив их разум кэми уже работая на британскую разведку чувствует странную связь с байсоном и участвует в турнире под прикрытием если победить байсона играя за кэми в оригинальной японской версии то он расскажет ей несколько деталей о ее прошлом в том числе что она работала на него и что они ментально связаны как клоны но из-за небольшого языкового недопонимания в английской версии игры байсон говорит что до того как кэми потеряла память они были любовниками и испытывали глубокие чувства друг другу но перевод ну блин тогда это же получается какой там дух до двухтысячных еще тогда с переводом еще хуже было чем сейчас да то дело не только в переводе но и самоуправстве переводчиков ну да вот такого даже фанаты серии с рпг книги не ожидали заканчивается все одинаково кэми начинает жизнь до 2000-х годов никто не умел хорошо переводить с японского на английский дело еще не в этом дело в том что сидели над мозги которые редачили эти переводы и они думали что знают как лучше для восприятия иноязычной аудитории да ну вообще мне кажется мне кажется еще и не только это еще то что человек который занимался переводом не очень-то был хорош в этом самом переводе и такой наш такой перевел такой а ну вот это вот так ну вот так она значит и есть понимаешь сэйлар нептун и сэйлар уран они в отношениях в оригинале они в отношениях но переводчики сэйлар мун посчитали что это не подходит для благопристойных детей американских домохозяй и поэтому они стали лучшими подругами но насчет этого я слышал но это что к примеру ну да тут непонятно но мне кажется вот тут типа перчинки наверное добавили ну либо так я же говорю либо тот кто переводил был конченый просто неправильно перевел что одно говно что другое по факту серии с рпг книги не ожидали заканчивается все одинаково кэми начинает жизнь с чистого листа но если в оригинале она просто принимает свое прошлое и улетает закат то в английской версии осталось место для интриги любовь все-таки большое сложное чувство просто так от него не отделаться особенно если она настигает тебя ударом из прошлого всего одна эта деталь делает двух этих персонажей человек которого ты не помнишь сказал тебе что прошло вы любовником значит я его люблю я его люблю окей нет но это видела что он же он же сказал что у нее когда она его видит и с ним дерется у нее странное ощущение как будто бы они ментально связаны да да просто отрефлексировать это одно а тут типа принять то что у вас между вами чувство как получился мерисканская версия это странно ну возможно я я подумал что она просто типа такая приняла к сведению что это было но живешь свою жизнь тут к тебе приходит странно знакомый человек с которым ты как будто вот знаешь ты его ну вот где как встречались как вы общались ты не больше такое мы прошлом были любовниками ты такой да мы прошлом были любовниками окей ну и чё ну окей окей давай давай я буду об этом теперь постоянно думать просто в ком-то кино и такое видео господи почему тут уже не сказали что она постоянно об этом думает но она приняла свое прошлое но место для интриги осталось какой интриги что она его все-таки полюбила возможно я странно когда тебе кто-то говорит что вы были вместе любовниками ты тут уже его полюбишь ну точно так же как странно было переводить что он говорит что они были любовниками так что какие это какие могут быть претензии к этому тут уже все понятно да ладно куда глубже м байсон описывается как тщеславный эгоцентричный деспотичный злодей который не испытывает никаких чувств к окружающим единственный кого он может полюбить это себя самого особенно виде женского клона а кэми легко может начать сомневаться в своих чувствах и развить себе стокгольмский синдром пытаясь вернуть свое прошлое что почти произошло финальном ролике это ж прям хорошо это одна из самых странных и оригинальных пар за всю историю медиа я хочу следить за отношениями этих двух психически нездоровых людей их ситуация я надеюсь у нас хотя бы не смотрят с такой мыслью кто и кто из нас более психически нестабильный человек 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 человеку человек по цен настолько запутано что там может произойти что угодно но разработчики эту любовную ситуацию спускают на тормозах и и не отрицают но использовать ее похоже не собираются ну во первых это произошло из-за ошибки в переводе а во вторых на момент потери памяти кэми было 18 а байзону сколько 50 80 и в какой момент они любили друг друга и насколько это было законно и насколько безвольной было кэми под ментальным давлением байзона ну короче поднимается слишком много вопросов главное что фанатам нравится концептуально это действительно получается у нее на ногах не чулки а у нее ноги зеленые в пятнышках крутая история которую вообще никто не ожидал увидеть особенно файтингах хотя история файтингах это уже нормально есть такие случаи когда даже предположить о существовании истории невозможно мы вот не знали что у оригинального донки конга был сюжет а у нас тут арканоид игра где вы шариком избавляетесь от плиточек вы знаете эту игру это буквально тетрис 2 они всегда были в комплекте все в него играли все знали как он работает и вариации этой игры можно найти бесконечное количество вот как вы думаете у этой игры есть история сюжет ну конечно же есть конечно и вот какую историю вы здесь представляете наверное эта игра посвящена магическому шарику который сражается со злой армии прямоугольников с помощью пусковой установки чтобы спасти принцессу шарик или какая-нибудь такая шизофрения с 80-х ну такой же сценарий должен быть да нет арканоид это научно-фантастическая серьезная драма в космосе охереть да а мне кажется что у человека который решил добавить хуя себе сосок мощный да историю в глазах нет белка он безумец то есть он взял самодостаточную брейкаут сатаре повторил всю концепцию назвал это арканоид и каким-то макаром добавил сюда сюжет в четырех мать его частях мы об этом ничего не знали потому что нужно быть очень странным ребенком чтобы интересоваться сюжетом арканоида а на самом то деле там блять ебать пиздец в чем суть есть арканоид это огромный материнский корабль который ищет новую планету для жизни ведь землей происходит что-то нехорошее попав в очередной сектор космоса арканоид внезапно натыкается на необъяснимое могущественное существо называющей себя по существо настолько сильно что она способна искривлять проблем как про что он называющей себя у существо на 1 неột Grandma что-то трудно произносим и настолько сильно что она способность диабет пространство и менять его суть что она тут же и сделала заточив арканоид в ловушку и уничтожив его единственно Выжившим при уничтожении остался небольшой корабль Ваус, тот самый шарик с платформой, который всю игру старается вырваться из искаженного пространства и стать обычным космическим кораблем. То есть то, что мы видим на экране, на самом деле либо измененная на квантовом уровне часть вселенной, либо искаженное восприятие этой вселенной. То, что выглядит как незатейливая стрельба по блокам, на самом деле может оказаться как сражением с чем-то осязаемым, так и метафизическим проявлением восприятия пилота, который пытается пробить наваждение существа и вырваться из искаженного космоса, вернув все как было. Твою мать! А в конце мы сражаемся с самим Доу, который выглядит как голова с острова Пасхи. А, Доу. Я даже не знаю, что меня удивляет больше, что в этой игре есть боссы или что они выглядят вот так. После победы на Доу, Веус продолжает свое путешествие, пытаясь осознать, что ни Арканоида, ни других выживших больше нет, а возвращаться ему просто некуда, ведь земля уже скорее всего потеряна. Не... Охренеть! После такой истории в запой можно уйти. ...больше нет, а возвращаться ему просто некуда, ведь земля уже скорее всего потеряна. Не такого вы ожидали от пинг-понга, правда? И у этого сюжета есть продолжение. В сиквеле Доу перерождается в параллельном измер... Мне кажется, Булжайт намеренно говорит Доу. Да. Я только понял. Пенни и захватывает космический корабль Ксорг, чтобы вторгнуться в нашу вселенную и отомстить Веусу. А в третьей части Доу находит планету со всеми условиями для жизни человечества и отправляет сигнал Веусу, чтобы заманить его в ловушку и уничтожить. Каждый раз Веусу приходится прорываться сквозь искривленное пространство, и это не всегда у него получается успешно. В третьей части, вы не поверите, есть две концовки. Хорошая и плохая. Плохой концовка... Чего, блин? Веус вынужден улететь с планеты приманки, обрекая себя на бесконечные поиски пригодной земли. А хорошая концовка заканчивается уничтожением Доу и заселением новой планеты. Я до сих пор не могу понять, как. Как можно было додуматься, что именно так может выглядеть другое измерение, в котором можно физически воздействовать кораблем в виде платформы с шариком, что все происходящее это искривленное гигантской космической головой пространство, хотя я догадываюсь как. Достать лизергин в 80-х было как-то проще. Что ж, возможно в следующий раз я расскажу вам еще несколько странных предысторий и оригинов видеоигр, если это видео вам понравилось. А пока что у меня на этом все. Охренеть. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok